Я хочу предоставить слово замечательному человеку, профессионалу, в полном смысле этого слова. И мы продолжим тему о том, как сделать так, чтобы выжили долго, счастливо, полноценной жизнью. Встречайте, Марина Митаповна Аряева! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим серьезно о том, как сотромозить старение. Хотела избежать, сказать. Ну не избежишь, мы все в одну дверь и выйдем из этого мира. Но хотелось бы как можно позже, да, побольше пошалить в этой жизни. Ну, люди, наверное, старшего поколения видели этот фильм, да, «Средство Макрополуса». Значит, у нас в России есть сказка про холодильные яблочки, есть такой эликсир молодости. А в Европе алхимики искали средства «Макрополуса». Насколько это реально, мы сейчас посмотрим. Статистика. Посмотрите, пожалуйста, в 2050 году большинство стран, которые относятся к категории, так скажем, цивилизованных, ну, насколько цивилизованных, по разным критериям можно судить. Однако, вы видите, да, темно-коричневый цвет – это вот те страны, где пожилое население будет превалировать над молодым. За счет, ну, разной причины, да, снижения рождаемости и продолжительность жизни у людей увеличивается. Ну, а вместе со старением, что ждет этих людей, которые будут жить дольше, чем обычно? Посмотрите, да? Не работает у нас. Указка не работает, да? Не работает. Понятно. Ну, вы видите, да, как мозги разлетаются с возрастом, то есть память ухудшается, так скажем, забываются навыки, новые навыки не фиксируются. Это как раз особенности когнитивных изменений у людей пожилого возраста, скажем, возраста 45+. Ну, и вы замечали, наверное, да, что многие пожилые люди что делают? Тремор. Тремор. У кого-то только ручки, у кого-то и голова, да? Это называется паркинсонизм. То есть болезнь паркинсона. Обусловлена тем, что у нас в стволовой части головного мозга простирается такая, так называемая, черная субстанция. Значит, нейроны черной субстанции, их количество ограничено, строго ограничено, и вот они вообще не восстанавливаются никак. Мы их в течение жизни только теряем, и поэтому с возрастом развивается вот эта раскоординированность. Именно нейроны черной субстанции вырабатывают гормон дофамин, вещество дофамин, который отвечает, ну, его называют гормоном счастья, да? Его называют еще гормоном координации, и его еще называют гормоном обучения, потому что он отвечает за фиксацию, перевод в навыки, да, вот в прочные привычки тонких движений, тонких скоординированных движений. Это вот такие, как почерк, да, ну, вот, допустим, вязание, там, ну, работы, допустим, ювелиров, часовщиков. Понимаете, о чем я говорю? Вот, посмотрите, нарушают работы наших клеток длительно протекающие, такие, скажем, субклинически протекающие инфекционные процессы. Идеологическим фактором которых, причиной которых является наличие вирусов, ну, чаще всего, да, такие герпес-вирусы, бактериальная различная инфекция, грибковая или паразитарная. Особенно если это в мозге, то вот это вот может быть причиной, одной, вернее, из причин развития болезни Альцгеймера, ну, и того же паркинсонизма. Недавно пронесшийся по планете ковид очень сильно ускорил эти процессы. В самом начале, если кто-то, может быть, обратил внимание, да, были публикации, что нас ждет в скором времени пандемия болезней Альцгеймера. Это действительно так, это не страшилки, это, как говорится, констатация факта. Потому что, помните, да, одним из основных симптомов ковида в самом начале особенно было что? Потеря чего? Обоняние. Обоняние у нас за восприятие вот обонятельных раздражений у нас отвечают структуры в области основания головного мозга, так называемый обонятельный мозг, откуда начинал развиваться весь конечный мозг. То, что нас сделало человеком. Так вот, обонятельный мозг, особенно область гиппокампа, где происходит развлечение вкусовых раздражителей, обонятельных раздражителей и их анализ. Вот именно там нейроны страдали при ковиде. Там же, в этой же структуре обонятельного мозга у нас зарождаются нервные импульсы, которые дают нам эмоции, эмоциональное состояние. И именно поэтому после перенесенного ковида очень у многих людей что наблюдалось? Депрессия, да? Такое минорное настроение. Как раз вот из-за поражения нейронов в этой области. Давайте рассмотрим историю развития геронтологии, то есть науки о старости. Ну, видите, да, в 35-м году провели исследования широкие такие, как влияют некоторые факторы на продолжительность жизни. И выяснили, что, оказывается, ограничение калорийности питания у крыс очень сильно продляет им жизнь. В 50-е годы начали считать, что проблемы старения неразрешимы и бесполезны что-либо делать. То есть ты все равно постареешь и помрешь. Поэтому зачем там изучать все равно бесперспективно. То есть и у некоторых вот эта точка зрения из 50-х годов наблюдается сейчас. В 60-х годах исследователи установили, что старение является важным биологическим процессом и является причиной развития целого ряда заболеваний. То есть начали изучать возраст, ассоциированные заболевания. И сейчас это прямо вот целое направление медицинской науки. В 74-м году в США был создан первый национальный институт по проблемам старения. В 90-е годы такой же НИИ геронтологии был основан у нас, ну уже, скажем, в России, потому что Советский Союз уже распался. И вот, кстати, одним из первых сотрудников его приглашенных был профессор Чижов Алексей Рославович. Именно он на базе этого НИИ и провел свои исследования по продлению биологического возраста, активного возраста, да, биологического наложения с помощью трансферфактора. Также в 90-е годы было обнаружено, что мутации в генах, замедляющих старение, также могут препятствовать развитию таких болезней, как рак и диабет. И впервые стал вопрос, только в 90-е годы, представляете, впервые стал вопрос, могут ли старение и болезни быть частью одного и того же процесса. Вот только тогда начали об этом подозревать. В 2000-е годы вмешательство в процессе старения, начали считать, да, что вмешательство в процессе старения может помочь пациентам, страдающим от возрастных заболеваний. Наконец-то сложилась наука геронтология и начали лечить заболевания уже эффективно, связанные с возрастом. Что на сегодняшний день мы с вами имеем? Посмотрите, да, вот эти вот все разрозненные знания начали объединять в одно, наконец-то. Да, то, что с возрастом снижается физическая активность, то, что с возрастом повышается артериальное давление, то, что с возрастом повышается уровень глюкозы в крови, то, что повышается индекс массы тела, то, что с возрастом повышается показатель холестерина в крови, значит, питание, что оно с молодости не меняется у многих людей, значит, начали уже изучать роль генов в процессах старения, ну и вредные привычки, да, употребление С2, H3OH, H5OH, ну, как говорится, лонда. И вот курение и все такое, пожалуйста, все это выливается в возраст ассоциированное заболевание, и изменения, которые сопровождают пожилой возраст. Вот они, не все, конечно, возраст ассоциированное заболевание, но посмотрите, сердечно-сосудистые заболевания, то есть то, что на первом месте по смертности, да, онкологические заболевания, сахарный диабет, изменения в легких, это тоже связаны с возрастом, старение кожи, то, что на лице, артрозы, то есть истирание ткани и то, что организм не успевает регенерировать, изменения в печени, изменения зрения, катарапта возрастная, помутнение хрусталика, значит, хрупкость костей и изменения сознания, изменения когнитивных функций. Все это сопровождает старение, считается нормальным. И любой врач скажет, да, что ж вы хотите, у вас возраст. Кто слышал эту фразу? Вот так вот. На самом деле биологические основы старения, они начинаются с молекулярного уровня. Вот эта картинка более понятна. Посмотрите, на молекулярном уровне мы наблюдаем, вот то, что сейчас ученые обнаружили. Во-первых, изменения теломер. По теломеру уже сейчас только ленивый не слышал, да? То, что у нас есть клетки, стволовые клеточки, да, когда превращаются в новенькие клеточки определенных тканей, у них появляется шанс 50 раз поделиться. То есть 50 раз клеточки делятся, но при каждом делении на гонцах у них есть определенные участки в хромосомах этих клеток, которые произошли из данной стволовой клетки. И эти теломеры постепенно с каждым делением уменьшаются. И они уменьшаются до определенного предела, предела хитрика. А дальше они уже, так скажем, не могут уменьшаться, и клетка теряет способность к делению. И тогда эта клетка превращается в клетки старения, так называемые синесцентные клетки. И вот эти клетки, наши иммунные клетки, должны обнаружить и убрать из ткани. И именно для того, чтобы убрать эти клетки из ткани, у нас и существует в норме наш аутоиммунитет. Аутоиммунные реакции, они в норме у нас должны быть. Они отвечают за поддержку, регенерацию, восстановление тканей. Болезни начинаются, когда происходит что? Разбалансировка всех этих нормальных механизмов. Ну, посмотрите, нарушается структура белков, белковых молекул. В первую очередь, этот процесс называется при старении, процесс гликации белков. Что такое гликация? Слово глюкоза элементарно. У нас в детстве дети что делают? Сладко едят, да? А мы, чтобы побаловать, покупаем им шоколадки, всякие мармеладки, чупа-чупсы. Кто покупает своим деткам? И вы тоже? Я-то нет. И еще, нужно понимать, что ДНК в наших клетках отличается от наших же ДНК в наших митохондриях. Метахондрии – это такие маленькие образования, электрические станции, да? В каждой клеточке по несколько штук. Оказывается, в митохондриях есть свои ДНК. И они совершенно другие, чем ДНК в клеточном ядре. Представляете? Это тоже обнаружили. И обнаружили, что ДНК в митохондриях стареет и разрушается немножко раньше, чем ДНК в клеточном ядре. И это тоже обусловливает, и именно это, вернее, обусловливает старческую дряхлость. Вот это вот отсутствие энергии. Итак, значит, с молекулярным уровнем мы переходим с вами на уровень клеточный. Значит, если молекулы, так скажем, не работают, их работа разбалансирована, будут ли нормально клетки функционировать? Нет. Внешняя клеточка остается как будто бы той же, да, причастной к этой ткани. Она вроде бы свои функции выполняет, но уже не так активно и не так качественно, как это было в более молодом возрасте. Значит, клеточная смерть начинает притормаживаться. Казалось бы, да? Классно же, что клетки долго живут. Оказывается, не всегда. Дело в том, что вот эти вот клетки старые, они должны быть мертвы. И наши иммунные клетки, именно наши иммунные клетки очищают наши ткани от погибших клеток, от клеток, которые стареют, от клеток, которые повреждены. Провели исследование вот в нашем неиммунологии. Профессор Игнатьева, как она на лекции рассказывала. Мы взяли, провели элементарный опыт. Значит, вырастили культуру клеток на питательной среде и начали за ними наблюдать. И вот они, значит, делятся, питания им хватает, да, все хорошо. Значит, но клетки, которые погибают в этой ткани, никуда не деваются. Вот они висят и висят в этой питательной среде и не рассасываются, никуда не деваются. То есть постепенно вот это вот пространство, где расти клетки, оно запомнилось мертвыми клетками, да, старыми клетками, которые начали подтормаживать, так скажем, клеточный рост более молодых. И никуда они не девались. Мы, говорит, потом просто взяли в эту среду и добавили лейкоциты. Лейкоциты с лимфоцитами. И особенно, когда мы туда добавили натуральные киллеры и макрофаги, картина начала меняться. То есть, значит, вот эти вот повисшие тубики погибших клеток куда-то исчезли, растворились. И более молодые клетки начали активно снова делиться. То есть, клеточный состав, да, и клеточное количество начало увеличиваться. Только тогда, когда туда добавили иммунные клетки. Вот оно значение иммунной системы для восстановления, для регенерации нашей ткани в организме. Ну и посмотрите, сенесцентные клетки. Ну, вот здесь вот в центре, да, неправильное деление, так называемая репликация. При каждом делении может быть ошибка, потому что это очень сложный, кропотливый процесс. Если клетка, ну, как молодежь говорит, запорит репликацию, да, то она может стать раковой. И тогда ее должны тут же обнаружить наши натуральные киллеры и цитотоксические лимфоциты, и убрать, опять-таки, аутоиммунные лимфоциты. Если этого не происходит, то ткань стареет, она хуже регенерирует. Ну, для примера, артрозы, которые тоже очень многим известны, да, это происходит как раз, когда клетки, ну, так скажем, неправильно делятся, или же их больше становится старых, чем молодых. И они не успевают, так скажем, регенерировать ткани, истершиеся при движении. Ну и вот те самые сенесцентные клетки. Их еще по-другому называют клетки старения. Они у нас постоянно образуются, вот с младенческого периода. Вопрос сколько? С возрастом их становится больше в тканях. И иммунная система, так как сама стареет, просто не успевает их убирать. И постепенно сенесцентные клетки начинают вытеснять более молодым, как в этом эксперименте. А иммунные клетки их не убирают. Вот поэтому организм и наши ткани дряхлеет. Ну, понятно, на уровне ткани, да, мы получаем ломкость костей, мы получаем измененные клетки, да, роковые опухоли. И мы получаем разрастание фиброзных тканей, неправильное восстановление тканей после повреждения. Ну и на организменном органном уровне мы получаем дефекты в работе наших органов, различные катастрофы со здоровьем. Ну и понятно, что смерть. Вот этот график, наверное, некоторым набил уже оскомину, но тем не менее. Это график, который характеризует, что происходит с нашей иммунной системой в течение жизни. И чем дольше наша иммунная система будет оставаться на оптимальном уровне, тем дольше мы не будем страдать от возраста ассоциированных заболеваний. Вот и все, вот это основное правило. Поэтому профилактику старения нужно проводить с молодости. Если вы начинаете принимать после 40, поздновато. Вот если вы хотите сохранить свою молодость долго-долго, то тогда начинаете это делать с 20 лет. Тогда вы можете вот такой вот оптимальный уровень сохранить намного дольше, чем ваши ровесники. Значит, цель антивозрастных вмешательств – сохранение здоровья и увеличение продолжительности здоровой жизни с помощью конкретных режимов питания, физических упражнений, биомедицинских вмешательств, направленных на замедление процесса старения. То есть цель антивозрастной терапии – прибавлять не годы к жизни, а жизнь к годам. Ну, наверное, многие хотели бы дожить лет до 90, но не ползать, скрючившись, а бегать впереди всех молодых. Также выяснено, что очень важно сохранять двигательный режим, осознанный. То есть вы, пожалуйста, возьмите и осознанно проанализируйте свой день. Что вы делаете когда? И если вы заметите, что вы больше сидите, то прямо вот осознанно в свой режим дня введите, да, допустим, вот вы сидите там на работе, допустим, час, потом встали – 20 присуданий. Водички попить обязательно, чтобы не высыхать. И обязательно, как минимум, 2, а лучше 3 раза в неделю – фитнес. Силовая нагрузка – нравится, не нравится, воленс-ноленс должна быть в режиме. Для того, чтобы сохранить мышцы, чтобы затормозить процесс саркопением. Саркосмясопениус – снижение. То есть мышцы сохраняете, выглядите моложе. И не только выглядите, а еще и действуете. Вот посмотрите, 3 старичка одного возраста. Значит, у двоих из них, да, волосы на голове целые, все трое в очках, один лысый. Казалось бы, вот тот, у которого волосы потемнее, да, меньше седины, он должен быть как бы моложе восприниматься. Однако нет. Воспринимается моложе тот, у кого мышцы сохранены. Правильно? И еще нужно учитывать, что с возрастом у нас структура практически всех белков нарушается. В том числе белков, пищеварительных ферментов. И поэтому, даже если вы съели 100 грамм мяса, не факт, что вы 11-20 граммов белка из этого куска усвоили. Почему? Потому что ваши ферменты уже не способны помочь вам усвоить этот белок. И так со всеми продуктами. И поэтому нарастает белковый дефицит. Страшно нарастает белковый дефицит. Поэтому организм начинает использовать принцип рациональности. Что такое принцип рациональности? Это когда те клетки, которые мало работают и не такие жизненно важные для организма, разбираются на запчасти для того, чтобы обеспечить более жизненно важные органы системы. Например, клетки мышц. То есть, если человек не двигается, значит, вы даете сигнал своему организму, мышцы не нужны. И эти мышцы начинают разбираться на запчасти для того, чтобы образовать ваши антитела. Вот есть такой момент. Очень часто он мне задает вопросы, да? Особенно мои коллеги врачи. Ну, практически у каждого же повышенный уровень антител к, допустим, вирусам герпеса. Да? То есть, вот, как раз вот эта поговорка, да, что нет здоровых людей, а есть недообследованные, они прямо вот сто процентов относятся к, так скажем, обнаружению герпесовирусной инфекции в организме человека. Врачи обычно после обучения в институте считают, что если есть иммуноглобулины G, значит, когда-то иммунная система встретилась с этим антигеном и, значит, начала вырабатывать антитела долгоживущие, иммуноглобулины класса G. Если их много, значит, хорошо. Значит, иммунная система может держать под контролем эту инфекцию. Правильно? Кто так считает? А на самом деле нужно задать вопрос. Если наш организм, которому жестко не хватает белка, и этот белковый дефицит с возрастом нарастает, зачем он поддерживает большой уровень этих антител? Вот зачем? Есть ли инфекции? Да нет. Зачем? Значит, есть инфекция, которую нужно держать под контролем. И поэтому организм, отнимая белок из ваших здоровых клеток, которые мало работают, и дает этот белок, строительный материал иммунной системе, чтобы она образовала большое количество антител, это высококачественнейший белок. И поэтому у вас с возрастом нарастает саркопения. Белок не усваивается, забирается из мышц. С возрастом мышцы тают для того, чтобы иммунная система могла контролировать и поддерживать вашу жизнедеятельность. Выход какой? Дать организму легкоусвояемый белок, да? Который как можно меньше нагружает наши пищеварительные органы, которые усвоятся в любом случае, даже если они у вас дефектно работают. И тогда организм будет меньше разбирать ваши мышцы. Понятно? Вот тоже интересный факт из исследований. Как длина теломер изменяется с возрастом? В рикоцитах, в иммунных клетках иммунная система начинает стареть одной из первых в организме. И при, так скажем, снижении контроля все остальное в организме разбалансируется. Вы видите, да? Как с возрастом снижается длина теломер. То есть это говорит о том, что чем больше клеток, в которых короткие теломеры, значит тем больше в клетках каких клеток в тканях? Клеток старения. И вот как выглядят сниссцентные клетки. Посмотрите. Значит, вот клетки до 25 лет. Красивая клеточка со всеми клеточными органеллами. То есть красивое кругленькое ядро. Густая цитоплогматическая сеть. Это фабрика по сборке клеточных белков для нужд данной клетки. А митохондрии, посмотрите, да? Все хорошо. Но что-то начинается после 25 лет. С 25 до 40 лет мы видим, что клетки выглядят по-другому. Ядро становится какой-то не такой правильной формы. И значительно реже становится цитоплогматическая сеть. Где воспроизводятся белки для нужд данной клетки. А это значит, что белков производится меньше, и они худшего качества. Что происходит старше 45 лет? Возраст 45+. Бледненькое, неправильной формой ядро. Фрагменты остались от цитоплогматической сети. Маленькие, так скажем, тщедушные такие митохондрии, которые производят мало энергии. Что же может нам помочь? Если первой стареет иммунная система в организме, значит первым начинаем поддерживать иммунную систему. Значит, мы помним, что тимус у нас с возрастом заменяется жиром. Он уменьшается. И очень много, так скажем, т-лимфоцитов, которые поддерживают аутоиммунитет, проникают в организм. А они начинают усиливать аутоиммунные процессы. И это начинает ускорять процессы старения. Вот тоже данное исследование, которое проводилось, посмотрите, более чем у 4 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 95 лет. И выяснилось, что оказывается, в организме еще меняется очень сильно состав белков в крови. То есть белки с возрастом у нас очень сильно меняются. И вот этот процесс изменений происходит не постепенно, вот так вот, да, а ступенчато. Раз в 34 года, раз в 60 лет, раз в 78 лет. Три ступеньки. Ну, замечательно то, что мы знаем, да, на какой ступеньке мы находимся, и мы можем притормозить этот шаг. То есть если сейчас вам меньше 34 лет, у вас есть шанс не делать этот шаг в 34 года, а сделать его лет в 50. Если вам сейчас меньше 60 лет, у вас есть шанс, и вы знаете, что делать, чтобы сделать этот шаг не в 60 лет, а лет в 80. Соответственно, тогда третий вы делаете в 120. Синалитическая терапия. Та терапия, которая останавливает процесс старения. Значит, проверили применение в таких потенциальных геропротекторах. Это были противовоспалительные препараты, антиоксиданты и моноклональные антитела. Оказалось, что применение одних антиоксидантов вообще очень малоэффективно. А если применять тетостатики, то очень много побочных эффектов. Если применять моноклональные антитела, то это очень затратно, и это дает кратковременный эффект. Что же делать? Осознанно подходить к своему питанию. Вот эта иммунологическая диета Парьяевы, это диета, которая уменьшает, вот ее цель, уменьшить нагрузку на печень, на поджелудочную железу, и для того, чтобы не разрушались ваши иммунные клетки. Потому что, когда человек не соблюдает вот эти рекомендации, одной рукой он в организм поставляет трансферфактор, обучает свои лимфоциты, да, а другой рукой, запихивая продукты, которые разрушают ваши лимфоциты, он тут же их разрушает. И тогда вам придется больше затратить трансферфактора для того, чтобы поддерживать ваше здоровье или вернуть его. Ну вот здесь вот, вы видите, да, особенно вот эта фотография очень показательная. Значит, это наш партнер из Омска, и он инвалид МВД. То есть он перенес два обширных инфаркта и его комиссовали по состоянию здоровья. Когда появился на нашем рынке проте-Ф, он до этого уже протил несколько лет трансферфактор, он мне позволил спрашивать, Мария Митаповна, а мне можно физической нагрузкой позаниматься? Я говорю, ну, после тренировки трансферфактором, да, вот как вы оздоровили организм, я думаю, что можно. Вы создаете такой индивидуальный режим двигательных нагрузок с постепенным увеличением, не сразу резко. И вот, пожалуйста, результат. Промоушен, который объявила компания, он выиграл. для молодых людей так называемых эктоморфов, то есть высокие худые, у которых мало мышечной массы, к которым относится, например, мой племянник ГСР. То есть у него всегда всю жизнь была проблема набрать вес мышечный. я ел пакетами протеин, то есть он такой противный, но мне приходилось его есть, чтобы мышцы очень хотелось нарастить. Набрал мышцы, я понимал, что у меня бекон, мышцы жир, мышцы жир. Он очень хотел подсушиться. подсушиться это значит, что брать жир оставит мышцы. Но если он эктоморф, то если он начнет уменьшать колораж пищи, то у него в первую очередь при уменьшении колоража что сгорает в первую очередь? Мышцы. Он говорит, я рисковал остаться без тех мышц, которые тяжелым трудом нажил. И вот на фоне применения проте-Ф и специальных упражнений ему удалось подсушить свою мышечную массу. Ну вот здесь с возрастом картинка такая очень говорящая. Всю жизнь нам нужен высококачественный белок. Некоторые думают, что белок нужен только детям, потому что они растут, и количество их клеток увеличивается. Но оказывается гораздо более нужен белок людям, которые не хотят стареть. потому что просто он перестает усваиваться. У молодых он усваивается на раз, а вот у пожилых большой вопрос. И поэтому здесь нужен высококачественный белок. И вот этот идеальный продукт, который создал Крис Локвуд, он как раз эту цель позволяет нам достигнуть. также нужно понимать, что клетки приобретенного иммунитета очень сильно отличаются от клеток врожденного иммунитета. Поэтому наш организм создал специальную школу для Т-лимфоцитов. Называется как? Димус, да, или вилочковая железа. Потому что если не обучать Т-лимфоциты, они могут не тех делов в организме наделать. И вот коварная герпесвирусная инфекция, особенно лимфотропные разновидности герпесов, да, это вирус Эпштейн-Бара, это вирус шестого типа и цитомегаловирус. Вот они, это троица, очень сильно подрывают работу нашей иммунной системы. и способствуют скорейшему старению нашей иммунной системы. Вирусы герпеса вот настолько коварны, что они похожи на волково-овечьей шкуре. Они относятся к группе оболочечных вирусов, и когда они, так скажем, в клетке размножились, да, это еще не конечная, так скажем, их стадия, и они ждут в этой клеточке, когда организм ослабнет, когда ослабнет иммунный контроль. Такое происходит при стрессах, при изменениях адаптации, при воздействии вредных факторов. И в этот момент вирусы разрывают мембраны клетки, лавины выходят, но по дорожке прихватывают еще кусочек мембраны клетки, в которой они размножились, и укрываются сверху как плащу. Получается вот эта овечья шкура сверху. Таким образом, они обманывают иммунную систему для того, чтобы найти для себя вкусную здоровую клеточку, проникнуть и начать новый цикл. Таким образом, герпосвирусы запускают аутоиммунные процессы, потому что иммунная система сначала их не видит, потом он все равно начинает понимать, что что-то не то происходит и начинает вырабатывать антитела. Но антитела на мембрану, которая сверху, а сверху это мембрана собственных клеток. Поэтому с возрастом у нас лавинообразно начинают нарастать аутоиммунные процессы. Сам процесс старения это аутоиммунный процесс. Полная разбалансировка аутоиммунитета. Также рак с возрастом начинает образовываться все чаще и чаще. То есть это ошибка репликации. Опухоли тоже как живые начинают обманывать нашу иммунную систему. То есть все подряд, все вокруг и все внутри начинают обманывать нашу иммунную систему. Как можно восстановить нормальную работу иммунной системы? Только правильным обучением. ну еще смотрите коварные опухолевые клетки они не сами образуют сосуды которых питают они для этого используют наши же иммунные клетки наших простодушных нитрофилов клеток врожденного иммунитета. Они их захватывают перепрограммируют говорят что то что вы раньше знали это неправда на самом деле вот так и нитрофилы начинают защищать раковые клетки и бороться с натуральными киллерами. Это вот как история с Украиной да? Очень похоже. Становятся такими зомби. Ну вот посмотрите вот эта вот фракция супрессирующая это волшебная таблетка для того чтобы сохранить на молодости здоровье. Именно супрессирующая фракция обладает противовоспалительным эффектом противовоспалительным потенциалом и омолаживающим потенциалом. Также процессы старения сопровождаются нарастающим воспалением во всех тканях. Ну этому способствует конечно накопление там синесцентных клеток потому что они выделяют вот эти вот тот самый фактор некроза опухоли альфа которым вчера мы говорили включая интерлекин 6 и так далее то есть провоспалительные стокины и вот эти нарастающие процессы воспаления начинают разрушать наши митохондрии значит и разрушать наши иммунные клетки вот а здесь внизу вы видите вот этот волшебный график который нам предоставила компания full life вот за что я люблю компанию full life за то что они постоянно все свои заявления подтверждают научно проводят эксперимент подтверждают убеждаются в том что это действительно так в том дают нам материал для работы вот этот уникальный слайд показывает насколько значит трайд и трансферфактор плюс снижают процессы воспаления работу цитотоксических т-лимфоцитов которые поддерживают воспаление вот посмотрите первый столбик самый маленький это т-лимфоциты в покое то есть в организме нет воспаления все спокойно иммунная система тоже спокойна в организме начинается острый воспалительный процесс с подъятием температуры с активацией иммунной системы и мы видим активность т-лимфоцитов поднимается до максимального уровня и вот теперь как на эту активность т-лимфоцитов влияют различные противовоспалительные средства здесь взяли таблетированные препараты в частности был взят ибупрофен просто здесь не пишут то есть это вот стандартный противовоспалительный жаропонижающий препарат и мы видим да что активность т-лимфоцита понижается ну заметно понижается но не так уж сильно как хотелось значит экстракты фенацея растительный иммуностимулятор посмотрите вот примерно настолько же еще плюс успокаивает активность т-лимфоцита колострум неочищенный чуть-чуть лучше действует чем эхинацея раньше у нас была такая формула как трансферфактор адвенст то есть вы помните в адвенсе да у нас что было трансферфактор из желтков иммунизированных кур и из молозива ультрафактор все только две два вида технологически полученных трансферфакторов лучше действует на активность т-лимфоцитов ну так скажем примерно раза в четыре да трансферфактор формулы в два раза лучше чем адвенст за счет какой родной видности трансферфактора нанофракции нанофракция это как раз концентрация той самой суперсирующей фракции волшебной омолаживающей противовоспалительной а вот сочетание трансферфактора плюс вместе с троем посмотрите успокаивает т-лимфоциты до исходного уровня то есть это просто факт то есть проще говоря все вокруг пытаются обмануть нашу иммунную систему и раковые клетки и паразиты и бактерии и вирусы и наша иммунная система может растеряться и может начинать бросаться на своих но когда мы начинаем принимать трансферфактор он как мудрый учитель так останавливает от нападения на своих обучает иммунную систему находить замаскированных врагов и правильно обученная иммунная система своих не трогает что это значит для нас здоровье это баланс то есть нам вредна для здоровья сверхактивная иммунная система и аутоиммунные процессы и аллергия и инфламейшн да который обуславливает старение наших тканей и мы можем вернуть нашу иммунную систему в зеленый коридор оптимального баланса для нашего здоровья вредно если наша иммунная система недостаточно активна и плохо защищает нас от раковых клеток от клеток поврежденных вирусами бактериями паразитами и мы можем снова вернуть наши иммунные реакции в зеленый коридор оптимального баланса и позволять ей оставаться балансе ну здесь просто небольшое количество результатов то есть вот результат диетемичного приема трансфактора кардио у человека с ишемической болезнью сердца великонтрастное вещество и мы видим что вот здесь бляшка и вот этот участок миокарда некого снабжается операцию надо делать вот этот участок коронарной артерии нужно восстанавливать но человек принимал трансфактор кардио и мы видим что бляшка рассосалась и проходимость сосуда восстановлена то есть вот этот участок миокарда получил свое кровоснабжение но это произошло не только в одном сосуде а это произошло практически во многих сосудах организма но всегда есть индивидуальные особенности то есть у кого-то не у всех одинаково активные допустим ферменты в печени клеточные ферменты и это генетически обусловлено это тоже нужно учитывать поэтому лучше сочетать стандартное лечение и применять его не вместо а вместе вот это наиболее выгодно также за вот мои 16 лишним лет работы с трансферфактором я заметила что очень многие люди начинают принимать трансферфактор у них нормализуется сердечный ритм почему и вот когда я увидела вот эту вот статью вот прямо вот получила инсайт посмотрите оказывается в сердечной мышце очень много макрофагов иммунных клеток зачем они там да что там прямо в сердце очень много каких-то там микробов что ли макрофаги это основные уборщики они нужны и для обновления тканей а в сердце они выполняют еще одну функцию они срастаются своими мембранами с кардиомиоцитами проводящие систему сердца по которой проходит нервный импульс по разным отделам сердца и обеспечивает сердечный ритм так вот оказывается если количество макрофагов в сердечной мышце снижается то нервный импульс застревает и тогда идет разбалансировка ритма а когда человек начинает принимать трансферфактор то у него вот это обезмакрофажное сердце получает новый импульс за счет того что там восстанавливается количество иммунитов ну и понятно да что после пандемии вот эти слова Александр Григорьевич сказал еще задолго до пандемии ковида а насколько они актуальны правда нас пугают еще новыми инфекциями так вот если у нас есть трансферфактор то мы как говорится более защищены и наша задача миссия увеличивает количество осознанных людей которые могут себя защитить себя и свою семью в первую очередь ну и нужно понимать что у нас иммунная система не работает отдельно от других регулирующих систем в организме регулирующих систем в организме у нас три нервная эндокринная и иммунная так вот оказывается они общаются на общем универсальном химическом языке этот язык пептидный и этот пептидный язык общения он издавна используется клеточными организмами на нашей планете выяснено микробиологами давным-давно что микробы определенных видов общаются между собой на определенном пептидном языке то же самое происходит с клетками нашего тела из которого мы состоим определенные клетки понимают определенный пептидный язык так вот трансферфактор является не только языком общения иммунных клеток между собой но при приеме трансферфактора улучшается общение между собой клеток иммунной системы эндокринной системы и нервной системы то есть вот эта связка между тремя регулирующими основными системами в организм значительно улучшается поэтому люди когда принимают трансферфактор многие замечают что они спокойнее относятся к стрессам если раньше у них случился нервный срыв то теперь они относятся к пустякам как к пустякам и вот это доказало своей работой Ирина Леоновна Брин что такое эпилепсия это нарушение соотношения процессов возбуждения торможения в нервных центрах то есть возбуждение становится больше чем торможение на фоне приема трансферфактора оказывается что процессы торможения начинают восстанавливаться совершенно необязательно для этого принимать торможающий препарат но в тяжелом случае конечно должны сочетать вместе и Ирина Леоновна именно этот метод и запатентовала ну и вот эта вот работа уникальная которой мы все пользуемся восхищаемся это вот работа профессора Чижуа он проверил на мужчинах повышение уровня половых гормонов вырастание числа сперматозоидов снижение количества измененных значит мужчина получает шанс стать так скажем счастливым отцом здорового ребенка ну вот это ваши ребенка мышки это вот еще одна мышка значит вот внизу фотография это 95-й год когда я поступила в аспирантуру мне там 33 года это вот фотография вторая в 19-м году в начале года февраля это тоже в 19-м году уже в сентябре сколько можно трансферфактора принимать значит посчитали просто элементарно посчитали в цифрах первые три дня младенец получает молозиву матери и с ним трансферфактор около 10 грамм в день то есть трансферфактор там примерно 30 процентов ну примерно 3 грамма масса младенца 3,5 килограмма то есть на 1 килограмм массы тела приходится примерно 0,9 грамма или 900 миллиграмм на килограмм взрослый человек 70 килограмм в одной капсуле содержится 300 миллиграмм две капсулы в день это 600 миллиграмм до концентрации младенца взрослому нужно выпить примерно в 105 раз больше то есть примерно 3,5 банки трансфактора в день вот чтобы полностью обучить да вот как младенец дать адекватную информацию для восстановления своей иммунной системы так что дерзайте а вот здесь вот посмотрите что еще с возрастом происходит мне уже говорят что время заканчивается устали ну вы видите явление остеопороза как меняется силуэт с возрастом да сначала растем все прекрасно а потом что-то земля начинает земное притяжение начинает действовать как выглядят кости с возрастом да посмотрите а если посмотреть на состав костной ткани то мы там увидим клетки остеобласты это клетки которые восстанавливают костную ткань и остеокласты те клетки которые разрушают костную ткань для того чтобы кость обновилась так вот с возрастом из-за нарушения процессов регенерации остеокласты продолжают свою функцию выполнять а остеобласты оттормаживают поэтому вот такая вот кость становится разрежена в наших фиброзных тканях сниженной ткани также есть фибропласты которые восстанавливают сниженную ткань и повреждениях и фибропласты те клетки которые должны чрезмерно разросшиеся клетки сниженной ткани растворить и с возрастом остеокласты продолжают работать а остеокласты подтормаживают вот здесь вы видите результат которым поделился Алексей Арославович Чижов он сделал себе децитометрию но это было посмотрите тогда ему было 74 в этом году ему исполнилось уже 80 лет каждый из нас может сделать свой собственный эксперимент сделать децитометрию и потом через лет 5 снова сделать децитометрию при этом применяя все вот эти методы для поддержки своего хорошего активного состояния хорошо я завершаю выводы с возрастом изменяется скорость восстановления ткани снижается активность ферментных систем белковый голод начинает испытываться с рождения и заметен становится после 30 качество качественной работой иммунной системы резко уменьшается после 25 лет гармоничная работа иммунно-нервно-эндокринных систем разбалансируется также с возрастом обеспечивает баланс трансфер-фактор применение трансфер-фактор помогает организму выровнять соотношение процесса возбуждения торможения в ярмых центрах про-тф легкоусвояемый пирог который поможет остановить возрастные саркопении сочетание про-тф и бёрн идеальная парочка для борьбы с возрастным ожирением бл-вей про-тф и бёрн формула красоты и молодости организма на долгие годы для женщин для мужчин продукты поставки в организм загадочного витамина D и антиоксидантов экструлина Желаю вам добрых молодых Спасибо большое Если вы не торопитесь на обед мы сейчас ещё гектарину проведём